Привет, дорогие мои! И у нас сегодня необычная картинка, новая. Я сижу у себя на террасе, на третьем этаже. Вот, а у нас сегодня новостной выпуск, как и каждую среду. Спасибо, что смотрите, это очень приятно. Сегодняшний выпуск у нас называется «Мальчик хочет в Тамбов, но не летят туда сегодня самолеты и не едут поезда». Именно это новости, так сказать, основной блок новостей на этой неделе. Все обсуждают, что куда летит, что куда едет, как куда можно попасть, как можно куда не попасть. Поехали! Прямое авиасообщение с Российской Федерацией быть или не быть. Черногорцы, россияне с нетерпением ждали, когда Черногория откроет свои границы для резидентов РФ. И вот, 7 августа въезд в Черногорию россиянам разрешен без ограничений. Единственное ограничение – отсутствие прямого авиасообщения между Черногорией и Россией. В начале была информация, что первый рейс из Москвы прилетит 15 августа, а из Санкт-Петербурга – 19 августа. Народ в момент раскупил все билеты в эконом-класс у Аэрофлота до 20 августа. Вот только потом авиакомпании начали отменять рейсы. На данный момент все российские авиакомпании сняли с продажи билеты. И в Черногорию на неопределенное время. Аэрофлот чуть ли не до конца октября. И вот тут уже хочется спеть, мальчик хочет в табло. Потому что, ну вот, это вообще ни о чем. Лишь у Монтенегро Аэрлайнс рейс Москва-Тивот перенесен с 15 августа на 21 августа. Но это ни о чем не говорит. Потому что даже руководитель компании Монтенегро Аэрлайнс заявил, что у него нет до сих пор ни информации о возобновлении авиасообщения между Россией и Черногорией. Некоторые российские туроператоры так вообще аннулировали туры в Черногорию до 30 сентября. Поскольку прямые рейсы из России в ближайшее время не предвидятся. В общем, будем мы петь в одиночестве здесь. Как же добраться все-таки из России в Черногорию? Пока что самый доступный вариант это с пересадкой в Стамбуле. Турция не требует наличия ПЦР-тестов и имеет регулярные рейсы в Черногорию. Стамбул под Горице 5 раз в неделю. Ну, а из России в Стамбул, я думаю, из очень многих городов есть много-много рейсов. Значит, девушка на Фейсбуке написала пост, как с 10 на 11 августа летела рейсом под Горице-Стамбул-Москва. Пересадка в Стамбуле составила 8 часов. В Стамбуле температуру не измеряли, но говорят, что там стоят тепловизоры, такие пю-пю, которые подают сигнал, если у человека температура 37,8. Ну, это так нормально уже температура-то. Стоимость ПЦР-теста в аэропорту Внуково 2750 рублей. Результат теста надо загрузить в течение 3 дней на госуслуги. И девушке результат пришел попозже через полтора часа. Значит, на самом деле, кроме как ожидания вот этого мучительного в аэропорту, где приходится ходить в маске, по большому счету ничего сложного нет. Да, то есть реально купил билет, сел, прилетел, посидел, прилетел дальше. То есть 100% подтвержденные факты. Уже куча-куча вариантов. Люди реально прилетают через Стамбул. Люди до недавних событий в Минске летали через Минск. К сожалению, сейчас то, что происходит, это ужасно. Я полностью с белорусским народом. Надеюсь, что это скоро кончится и вы победите. Вот. И еще, по идее, можно ехать через Великобританию. Но там тоже все очень сложно. Что вы должны не покидать транзитную зону. Насколько я понимаю, из Англии сюда летают только лоукостеры. Может быть, Монтенегро и Руайн слетают. Надо проверить. То есть вам нужно лететь только полноценными авиакомпаниями. Лоукостами не получится. Не получится. Через Беларусь сейчас по понятным причинам лететь не лучший вариант. Как я вам говорил. К тому же авиакомпания Белавиа приостановила рейсы в Россию до 21 августа. Еще раз повторяю. Я с белорусским народом очень грустно, что происходят такие вещи у вас. Что касается бизнес-джетов, как мы уже говорили, немножечко у них все, дела плохо пошли. Напоминаю, если самолет прибывает из Сербии, то все пассажиры и члены экипажа должны иметь отрицательный ПЦР-тест. Сделаны не позднее, чем за 72 часа до полета. Как мы можем наблюдать, например, в инстаграме Милоша Биковича, он отлично отдыхает в Хорватии. Потому что Черногория не пускает. Зато Хорватия сербов пускает отлично. Поэтому Милош у нас в Хорватии. Авиасообщение Черногории с Евросоюзом. Границы Евросоюза закрыты для Черногории. Резиденты Евросоюза в большинстве случаев после возвращения из Черногории должны пройти карантин. Но это не мешает авиапереводчикам запускать новые рейсы. С 1 августа можно прилететь в Подгорицу из Австрии. Компания австрийская авиалиния. С 7 августа есть рейс по маршруту Париж-Афины-Подгорица-Париж. Чешский Волкостер Smartwings. Это как интересно. Париж, он из Парижа в Афины? Или старт из Парижа из Афины в Подгорицу, а потом все летят в Париж. Короче, сложная история. Смотрите на сайте Smartwings. И с 8 августа вы можете вместе с Оксимироном из шага Дортмунда прилететь прямо в Подгорицу. Если вы поняли о чем я. При этом Польша продлила до 25 августа запрет на авиасообщение из Черногории. Успехи Монтенегро Аирлайнс. В июле 2020 года национальный авиаперевозчик Монтенегро Аирлайнс перевоз около 9,5 тысяч человек. И это в 10 раз меньше, чем в июле прошлого года. Тогда авиакомпания предоставила услуги 95 тысячам пассажиров. Ну, как говорится, на безрыбье и сам раком, поэтому молодцы. Ребята, хоть что-то, хоть что-то летит, едет, плывет в Черногорию. И этому не можешь не радовать. Приложение Монтенегро Бичес. Это пляжи, а не сучки. По поводу сучек был разговор. Для этого вам может помочь приложение Тиндер. Там есть и сучки, и сучки, все, что вы хотите. А мы поговорим про пляжи. И хоть пока на Курето Черногории так просто не прилететь, пляжи можно изучить заранее. В App Store и в Флэймаркете появилось приложение Монтенегро Бичес. А как правильно? Бичес или Бичес? Или как? Можете там найти информацию практически о всех пляжах в Черногории с описанием на английском и черногорском фотографиями локаций. Ну, было бы актуально и русский бы добавить. К слову, Институт биологии моря проверил качество воды на 110 пляжах с 3 по 7 августа. Результат такой. 75% пляжей морская вода отличного качества. На 14% хорошего и на 10% удовлетворительного. Ребят, ну кто бы сомневался. Ротовируса у нас в этом году нету, поэтому вода чистенькая. Как отписать некому. Поэтому все хорошо. Самое время покупать билет в Стамбул и прилетать в Черногорию. Начнется ли учебный год в сентябре? Или учат в школе, учат в школе, учат в школе? Этот вопрос беспокоит всех родителей, у кого дети школьники. Министерство образования Черногории планирует начать обучение в школах в сентябре. Но поскольку эпидемия ситуации, спасибо редактор, остается напряженной. В качестве запасного плана в августе проведут видеосъемку уроков на первые 3 месяца учебного года. А вот с детскими садами ситуация остается непонятной. 7 июля детские сады закрылись по всей Черногории. И родители, владельцы частных садов уже обращались в НКТ с просьбой разрешить работать этих учреждений. Но ответ на обращение пока не поступал. Да, есть такие специальные дежурные садики, которые даже летом работают. И они закрыты. На самом деле надо, ребята, открывать садики, нужно открывать школы. У молодежи иммунитет хороший, они практически друга не заражают. Вот, в общем, надо открывать и всем, всем школы. Всем школы и всем учебники. Парламентские выборы в Черногории. От 30 августа в Черногории должны состояться парламентские выборы. Главная интрига, кто наберет больше голосов. Партия действующего президента Мила Джукановича или оппозиция. На этой неделе лидер главной операционной силы Демократический фронт Андрей Мандич заявил, что оппозиция сделала невозможное и объединилась в коалицию из 11 партий под названием «За будущее Черногории». Мандич уверен, что теперь, когда оппозиция не будет воевать друг против друга, одним общим фронтом они смогут победить на выборах в парламент. Во главе списка объединенной оппозиции Здравко Кривокапич, беспартийный профессор информатики университетов Подгорица. Слушайте, я побоюсь комментировать все-таки историю с политикой. Здесь все это достаточно строго. Так могут прийти, так сказать, Герман. Не надо. А вообще, наверное, молодцы, потому что объединение это всегда хорошо. Ну, я думаю, что ДПС, как всегда, в Подгорице возьмет верх, а в остальных городах посмотрим. Ослабление карантинных мер под парламентские выборы. Минутка политики у нас. Рубрика «Политика». Поскольку в период предвыборной кампании политическим партиям необходимо общаться с избирателями, в НКТ поступило предложение разрешить проведение политических митингов, но с ограничениями. Не более 50 человек в закрытых помещениях и не более 100 на открытом воздухе. Но это вроде пока только предположение. Кроме того, НКТ должен в ближайшее время определить условия для въезда в Черногорию наблюдателей за парламентскими выборами из других стран и представителей иностранных СМИ, а также тех, кто приезжает в Черногорию на спортивные мероприятия. Ну, на самом деле, в Черногории, по-моему, с въездом сейчас более-менее все нормально. Опять же, из стран-то, скорее всего, Евросоюза будет ехать, а им и так въезд нормальный, даже без тестов. Осталось только, ребята, оставить это все на сентябрь тоже. Пожалуйста, я вас прошу. Интерпол отменил ордера на арест президента группы от Воздушка Кнежевича, поданной ранее Черногории. Комиссия по контролю за международными ордерами считает, что в этом деле преобладает политический подтекст. Да, Душка у нас такой, Душка прям Душка, вот, поэтому отменили ему. Я, на самом деле, подписан на него в Инстаграме. Такой очень активный мужик, постоянно стримит, всякие компроматы рассказывает. Экономическое гражданство в Черногории. Все больше и больше россиян интересуются экономическим гражданством Черногории. Около 70% россиян, которые планируют получить гражданство в обмен на инвестиции, изучают деловое предложение Черногории. Особенно привлекает удобное расположение страны, приятный климат и высокая вероятность вступления Черногории в Евросоюз. Также достаточно низкий порог входа 250 тысяч евро инвестиций в северные районы страны и 450 тысяч евро на побережье и в столице, плюс 100 тысяч евро с каждой заявки. Больше всего интересуются экономическим гражданством Черногории, китайцы, арабы и, как вы думаете, россияне. Отличная компашка, так сказать, собралась. Вот, на самом деле, мне очень интересна эта тема. Я под это дело даже открыл отдельный бренд, отдельную фирму и так далее. Уже думал начать работать, но там есть куча нюансов. Работа с богатыми людьми подразумевает полную открытость, полную чистоту всего. И я хочу полностью, когда уже, говорят, получил один россиянин гражданство, я хочу связаться с компанией, с которой я работаю, с которой мой партнер, чтобы они мне каждую тонкую вообще доцента, так сказать, расписали все. И тогда я сделаю для вас специальный выпуск про гражданство в Черногории. А пока можно поехать в Доминику или в Доминикану. У них скидки. Говорят, уже на 200 тысяч на всю семью можно сделать, на 4 человека паспорта. Ну и рубрика «Коранабаблишка». Так, назовем новую рубрику «Коранабаблишка». Хотя она у нас уже, конечно же, давным-давно была. Единоразовая материальная помощь. 10 августа начались выплаты единоразовой материальной помощи в размере 200 евро. Выплаты получат 8522 семьи. Из госбюджета выделено около 1,7 миллионов евро на поддержку финансово уязвимых групп населения. Вот, я, кстати, не знаю, моя фирма попадает под пострадавшие вообще, выплатят мне еще? Выплатят мне еще? Надо у бухгалтера спросить, выплатят мне что-нибудь или нет. Далее, продолжаем рубрику «Коранабаблишка. Помощь Евросоюза». Стало известно, что Евросоюз выделит Черногории 60 миллионов евро для укрепления финансовой системы, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и реформирования систем социальной защиты. Вот так вот. Спасибо Евросоюзу за 60 миллионов евро. Надеюсь, будем укреплять и бороться. Рубрика «Экология курильщика» или «Экология здорового человека», я не знаю, вам решать. Экологические обязательства Черногории. Евросоюз – это не только финансирование, но и строгий контроль над соблюдением обязательств. До конца 2030 года Черногория должна будет утилизировать 50% макулатуры, пластика, металла и стекла, а также не менее 70% неопасных строительных отходов. Такие обязательства Черногория взяла на себя перед Евросоюзом. Ну, дали вам баблишко, надо отрабатывать, так сказать. А до конца 2025 года Черногория должна сократить до 75% долю биоразлагаемых бытовых отходов, которые отправляются на мусорные полигоны. К 31 декабря 2029 года этот показатель должен уменьшиться на 50% к концу 2033 до 35%. А еще я буквально вот перед записью ролика прочитал у Иры Рысевой, что разрешат самим добывать электричество и копить, а также, наверное, его продавать обратно государству. Пока это, насколько я знаю, невозможно. Экологическая катастрофа на Таре. Ну, вот это вот как раз экология курильщика. Пока в одном месте экология улучшается, в другом ухудшается. Экологи обеспокоены и даже пишут обращение в ЮНЕСКО в связи с загрязнением реки Тара. Дело в том, что при прокладке новых дорог и при возведении малых гидроэлектростанций строительный мусор, гравий и почву сбрасывали в реку. Тара уже обмельчала, а в некоторых местах вода из бирюзовой превратилась в мутно-коричневую. Каньон реки Тара внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, понятное дело, что лет через сто тысячу оно все опять станет красиво и классно. Но вообще, конечно же, не надо гадить, пожалуйста, господа вот эти строители. Рубрика «Веснушки», а именно «Петарды». Знаете, почему «Веснушки» и «Петарды»? Если кто знает, пишите в комментариях. Это такая старая детская игра. Называется «Веснушки». Подробности рассказывать не буду. Так вот, запрет на продажу «Петард». Есть шансы, что на Новый год и Рождество в Черногории будет тише и спокойнее. 30 июля власти запретили продажу «Петард» и фейерверков. Но под запрет не попали такие пиротехнические изделия, как фонтаны, римские свечи, ракеты и вулканы. Что такое вулкан, кто-нибудь знает? Продавать эти изделия можно будет только в специализированных магазинах и только лицам старше 18 лет. Из-за неумелого обращения с пиротехникой в прошлые годы именно несовершеннолетние часто получали травмы и даже оставались инвалидами. Знаете, по-моему, и так их в специализированных магазинах и лицам старше 18 лет продавали. Ну вот киосочек такой, не киосочек, контейнерок перед волей у нас постоянно ставят раз в год и там продают. Даже не знаю, посмотрим. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что там у сербов? Рубрика. А в Черногории все считают, что самая популярная страна у сербов для отдыха на море это Черногория. А вот и нет. Согласно данным Национальной ассоциации туристических агентств Сербии, ЮТА, ЮТА, это штат такой есть в Америке, по-моему, чаще всего сербы до 2020 года ездили на отдых в Грецию. Черногория была на втором месте, затем Турция, Италия, Египет и Хорватия. В этом году, я думаю, много поехало в Хорватию, как Милош Бикович. Сербия готова протестировать российскую вакцину от коронавируса. Россия вроде как уже разработала и протестировала вакцину от коронавируса. Протестировала на одной из дочерей Путина. Путина! На одной из дочерей Путина. Вот, в общем, как вы помните, Владимир Владимирович отрицал, что у него есть дочери, а вот теперь как бы надо на ком-то испытать, не на боголиком же испытывать. Поэтому в расход дочь пустили, ну, слава богу, выжила. Вот, поэтому такая себе вакцина, не уверен. Вот это мы, может быть, вырежем, а может быть и нет. Далее. И вот президент Сербии Александр Вучич заявил, я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские изобрели вакцину, которая ожидалась к дайбрю. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что спасение для нашей экономики это. Вот такие вот новости. Я надеюсь, что все обойдется и вакцина хорошая. Вот. А вы напишите, что вы думаете по этому поводу. Чувствую очередной страч на 4 листа обои, да? Ну и самая ваша любимая тема. Corona Time. Макарона Time. Статистика по заболеваниям в Черногории. По данным на вечер 11 августа в Черногории, 1119 активно больных. Это 178 человек на 100 тысяч населения. Всего с начала эпидемии в марте в Черногории зарегистрировано 3748 человек. Заражение коронавирусом. Больше всего больных сейчас в Подгорице 451. Среди туристических городов в Бари 71, в Будве 44, в Которе 34, в Ульцини 30, в Герцог Нове вообще 12. Так что добро пожаловать в Герцог Нове. Конечно, в Тивоте на одного меньше, но у нас зато город красивее. Вот. В Калашине 5, в Жаблике 2. Напоминаю, во вторую волну умерло 62 человека. Всего 71. В отличие от первой волны перестали публиковать возраст и пол умерших от коронавируса. Лишь иногда проскакивает хоть какая-то информация. На этой и прошлой неделе стало известно, что умершие были такие годов рождения. 43-го, 47-го, 50-го, 53-го, 54-го, 55-го, 70-го и 82-го. Вот. А я 84-го. Напоминаю, ну, я вроде молодой, здоровый, красивый, высокий. Выживу, наверное. Вот. А еще я курильщик. Как вы помните, корона курильщиков не трогает. Ну, только если трогает, то все, хана курильщику. Вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем сегодня новостной выпуск. Пишите, понравился ли вам этот выпуск. Напишите, как вы себя чувствуете, как у вас дела. Ставьте обязательно лайк, 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 подписывайся, бей в колокольчик, чтобы колокольчик был максимально включен, чтобы на все ролики, которые выходят в среду, в пятницу и в воскресенье, вам приходили уведомления. Напоминаю, что каждое воскресенье у нас стрим в 3 часа. Мы не пропускаем, не уходим в отпуск каждую неделю. Всегда я с вами целых 2-2,5 часа общаюсь. Самые новые новости рассказываем, мы все обсуждаем, потому что это стрим. А в пятницу вас ждет очередной тематический выпуск. Спасибо большое, что посмотрели. Здоровья, счастья, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok